здравствуйте наши замечательные собеседники мы в хорватии в старом городе где михаил петрович ответит на ваши вопросы еще между прочим здесь снимался сериал игра престола ходим старый город и постараюсь вам показать стража стоит видна вам вот именно здесь по этой лестнице спускаться будем снимался один эпизод из сериала игра престолов я подставлю вам будет более понятно солнышко сегодня еще вот именно здесь это лестница музей сальвадора дали сейчас попытаюсь михаил петрович уговорить сходить сюда кто это вообще тебя почему интересует посторонние бородатые мужчины у тебя не интересует посторонние бородатые мужчины от меня мужчины вообще не интересует поехали к шефу поехали на улицу где меня ждет кто тебя ждет руссо туристу облика морали никто тебя там не ждет я привела михаил петровича в музей сальвадора дали как стемнеет будем брать очевидно что написание этого рисунка мэтра вдохновил вид проносящегося на велосипеде михаила петровича англоязычная публика называет меня стремительный билл в тайланде вихрь кучан запечатлен сальвадора дали пройдемте дальше зарисовка сальвадора дали мариэлюшка гневается перевоплощение рисунок сальвадора дали михаил петрович сражает активиста пройдемте дальше я не могу я уже хожу у меня прям слезы из глаз я когда слышу его комментарии с этим человеком нельзя ходить в музей доченька дорогая сальвадор дали видел единорога хочу категорически заявить что всякие попытки английских туристов для меня два грязных я это записала я прошу тебе меня сфоткать подожди договори я начну русо туристом прощается с тобой сальвадор дали мари пойдем дарим по певчелу кто же его посадит он же памятник парни за всех своих собеседников за наших зрителей за вас ваше здоровье я каупак как всегда забыл бумажку с вопросами но он запомнил как правильно говорить имя то ли хочу поймать то ли попробуй поймать просят рассказать о бусиново ну дружище буквально несколько слов у нас была такая тема у меня была такая тема мне казалось вот в начале 90-х что как только появляется новый микрорайон пока там не организовалась какая-то бригада нужно туда лететь и прибалтывать а вот так вот мы например ездили в митино и точно так же когда построилась бусинова мы поехали прочесывать бусинова потому что бусиновской бригады бусиновской команды никогда не было а вот что мне например запомнилось мне запомнился там жуткий прокозий пост он так и назывался бусиновский пост который вот через этот пост через этот пост нужно было с дыбенко попадать на мкад и с него же из москвы попадать бусинова вот бесполезно только запахом или без прав едешь сто пудов тормознуть что касается бусинова то не помню сколько мы там напробивали а вот точно помню что у нас был павильон возле бусиновского мясокомбината вот это я точно помню и еще чем не к сожалению запомнилось бусинова у меня вот в начале 90-х когда фактически после подряд шести с половиной отбытых лет когда пошли такие большие шальные деньги когда дорвался вот до всего до путежей до кабаков у меня шел такой режим пятница и суббота выпивал два дня подряд воскресенье баня и в понедельник в спорт и вот мы поехали в бусиново забирать своего товарища воскресенье чтобы ехать с ним в баню и нам перегородила дорогу местная шпана мы с товарищем на блатной педали вылетели и в общем там на них в атаку а шпана оказалась не из робких один достал ножик мой товарищ сразу же сдриснул и остался один против двоих Мишаня один против двоих с его подготовкой да за шпанты шесть секунд куда там один из них завалил меня на капот машины я почувствовал что у меня нет никаких сил хорошо что второй не бил а ну так какую-то примирительную позицию занял а тут вот просто какой-то блин хулиган из подворотни меня подготовленного чела завалил на капот и у меня все силы ушли я долгое время думал что это астма а оказалось нет давления и вот поэтому чем не запомнилось бусинова именно после этого случая я перестал выпивать два раза в неделю а перешел на один раз в неделю было это в далеком там где-то девяносто втором я думаю девяносто третьем году и потом я искал этого парня не для того чтобы там с ним поквитаться я ему потом дал пощечину пощечину именно что типа на кого руку поднял а чтобы пригласить его в коллектив вот но он кого-то кого-то таки пырнул ножиком и вот уехал лет на десять если вдруг он меня увидит привет помню тебя старый город смотрите на людей но ни одной маски сейчас я вам покажу насколько здесь узенькие улочки и насколько в них темно видите это улочка ресторанчик вот она идет вверх чем еще понравились хорваты дело прошлое такие же тысячи извинений распиздяя как и мы вот сколько Мариэль снимает вы видели хоть одного человека в маске все по барабану вот приехал этот мафиози со мной при встретиться Андрюха Дудыш из Италии он в шоке был он там куда не зайдет стремится надеть маску он сюда пока долетел его и в Барселоне без маски тормознули и в Италии без маски тормознули а здесь вообще по барабану ковид не ковид никто ничего не носит ну братья славяне это одно слово аналогию правда не связанную с пандемией я вот в таком отношении к жизни мы видели только в Греции вот тоже народ вообще ни за что не парится одно слово братья славяне вот она встреча на Эльбе мафия бессмертна па-па-па-па-па-па вот встретились наш собеседник из Милана вот здесь мы приобрели картину которую Михаил Петрович вот здесь тебя рисовали ааа простите я забыла доброе утро 6 утра Хорватия Дубровник кто заказывал такси на Дубровку ха-ха-ха шутка юмора у нас здесь новое непривычное для нас расписание жарище поэтому мы выходим на пляж в 6 утра до 9 утра здесь счастливо отдыхаем в 9 утра идем на завтрак потом возвращаемся в номер там спим занимаемся своими делами и после этого идем в спортзал и таким образом второй раз второй раз мы выползаем к бассейну где-то часа в 2 остается отмучиться до 4 а к 4 солнце уходит потому что какой-то специфический отель здесь нет места где можно загаситься от солнца зонтики очень слабые и коротко прокомментируя одну реплику Ефим Трофимцев негодует неужели остались у нас такие люди которые хотят и задумываются о будущем оргпреступности Ефим вы идеалист а будущее беспреступности это утопия такого не будет это противно к сожалению великому человеческой природе и к этой проблеме нужно подойти подходить как вот знаменитая пословица об армии если вы не хотите кормить свою армию будете кормить чужую вот здесь то же самое вы посмотрите на Францию где благородные гангстеры в исполнении там Жанна Поля Бельмондо и Аллена Дилона их нет повсюду арабы албанцы то же самое в Соединенных Штатах только с местной спецификой кубинцы колумбийцы и так далее и это совсем другие люди с которыми невозможно договориться которые с которыми и полиции и обывателю они говорят на другом языке в прямом и в переносном смысле поэтому я бы советовал вам здраво об этом здраво на это посмотреть ну и поделюсь с вами нечаянной радостью Девича Мариэль произвела неизгладимое впечатление на местного художника и он захотел написать ее автопортрет ну конечно я не смел возражать не мог возражать и вот мы вернемся в Россию из Хорватии с портретом моей любимой женщины вот кто знает Мариэль я думаю сразу же заметил определенное сходство большой мастер привет братве познавшие муки смотрите цвет какой бирюзовый дно видно очень шикарная водичка место шикарное сначала короткие впечатления вот после недели пребывания в этой гостеприимной стране какие выводы я сделал во первых что меня поразило я же здесь был там 14 примерно 13-12 лет назад и я тогда обратил на это внимание по понятным причинам не мог с вами поделиться этими впечатлениями дело в том что за время нашей истории мы с хорватами дважды оказывались по разные стороны баррикад это вторая мировая война когда хорваты в большинстве выступали на стороне немцев и время распада югославии когда опять же мы поддерживали сербов но тем не менее меня поразило насколько хорваты дружелюбно и гостеприимно относятся к русским и причем ну я же не дурак понятно что это дело касается не только работников отелей и ресторанов а вот особенно в ту поездку мы где только не оказывались там что-то лазили по каким-то автобусным маршрутам и так далее и свою благожелательность к нам выказывали люди которые к турбизнесу не имели никакого отношения ну второй момент хорватская кухня она без изысков без изысков но берет свое за счет свежести да за счет натуральных продуктов и так далее и я в восторге от хорватского пива никаких никаких отступлений никакого там бельгийского австрийского немецкого я здесь пью только хорватское пиво наш капитан Джейкоб улыбается вот кстати добрый дан привет или руси значит хорватский язык очень похож на русский и через неделю пребывания здесь начинаешь понимать что они говорят например хвала например повторить пиво по новой вот я уже не помню что но такие слова у них как лечила путила водила то есть через неделю уже примерно понимаешь о чем хорваты говорят скажу так что вот если брать европейские страны то после Испании Словении мы Хорватию однозначно да заносим свой шортлист ну и теперь ваши вопросы вот во первых я хочу извиниться наш собеседник Алина Тудор задает очень интересные вопросы или это ее муж не знаю но по ряду причин у меня сейчас отсутствует интузицизм на эти вопросы отвечать но я их помню они у меня записаны Алина или опять же ее муж я обязательно на эти вопросы отвечу наш собеседник интересуется моим мнением о Викторе Януковиче вы знаете по понятным причинам это не мой уровень я не знаком я не знаком с этим человеком и но тем не менее коротко я на несколько аспектов обращу ваше внимание во первых я думаю неправильно оценивать его целе и полностью как безвольного слабого человека ведь те люди которые делали на него ставку наверняка выбирали если не через не через не из сотен то через из десятков людей и человек который после двух судимостей смог пробиться понятно не сам понятно его толкали но почему-то они условно говоря не толкали ни меня ни вас а выбрали именно на Виктора Януковича после двух судимостей толкали его наверх наверняка они в нем что-то увидели и один мой добрый знакомый известный артист по понятным причинам я не называю его имя он в свое время точнее во время Виктора Януковича часто бывал с визитами на Украине и выступал на таких полузакрытых банкетах и он говорит что впечатление на него Янукович производил очень жесткого очень волевого человека он говорит там взгляды его боялись по струнке все ходили и тем более удивительным оказалось его совершенно трусливое совершенно непотребное поведение во время переворота революции мятежа назовите как вам угодно вот там шестилетней давности ведь у него были совершенно другие варианты давеча я прочитал воспоминания министра внутренних дел Украины господина Захарченко и был такой вариант они с Януковичем договорились что все верные Януковичу войска силы выступают шестисот километровым маршем в Донецк и как бы столица центр сопротивления переносится на юго-восток тогда бы взявшие власть прозападные силы не смогли бы считаться легитимными тогда бы сопротивление вот этих республик Луганской и Донецкой был бы признанный лидер то есть события развивались бы совершенно по-другому но тем не менее вот причем вот Захарченко считает что Янукович не струсил что у него был какой-то план который не сработал но вот факт остается фактом вот это бегство Януковича позволило восставшим объявить его нелегитимным сбежавшим и сейчас юго-восток Украины не имеет легитимного вождя а мы имеем недружественную нам республику которая там на 70 процентов я не знаю на 90 процентов населена русскими на 70 процентов населена людьми которые говорят по-русски и на 30 процентов населена людьми которые считают себя русскими ну вот вкратце наверное о Викторе Федоровиче Януковиче мое некомпетентное повторяюсь мнение спасибо прощай Хорватия прощай Хорватия